Завершение конкурса на приобретение новых газовых автобусов – важный шаг на пути к зеленой столице. Общая цель города и поставщика услуг общественного транспорта компании ТЛТ – сократить количество выбросов углекислого газа в столице. Это означает, что когда вместо нынешних дизельных автобусов на маршрутах Таллина будут курсировать 350 автобусов, работающих на сжатом газе, средний возраст подвижного состава снизится с 9,5 до 5 лет. И таким образом воздействие общественного транспорта на окружающую среду также уменьшится. Когда все эти автобусы прибудут на маршрут, выбросы СО2 сократятся примерно на 25 тысяч тонн в год, что по оценкам сопоставимо с ежегодными выбросами 7 тысяч автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Сумма тендера сейчас порядка 30 миллионов евро. В ближайшее время мы, когда завершим переговорный процесс, окончательно утрясем детали, подпишем договор с предприятием «Солярис», то есть это уже знакомое жителям Таллина, предприятие, которое поставляет нам как автобусы, так и троллейбусы. Благодаря тому, что автобусный парк будет обновлен, то из эксплуатации будут выведены более старые модели, которые не были оснащены низкой подставкой, которая помогает заехать в автобус людям, передвигающимся в инвалидной коляске и пожилым людям. Вместо устаревших автобусов им на смену придут новые модели, которые такой подвеской как раз и оснащены. А вот что будет со старыми автобусами? Есть автобусы, которые уже чистый металлолом, мы их списываем на металлолом и продаем как металлолом, а есть автобусы, которые еще годны к обслуживанию, мы выставляем конкурс, и те, кто хотят приобрести его, могут приобрести как транспорт и вывезти его за пределы нашей республики. Предприятие ТЛТ также на этой неделе объявило тендер на покупку 23 новых трамваев. Планируется, что новые трамваи заменят выходящий из строй старый. Помимо этого, они также необходимы в связи с еще одним надвигающимся обновлением. Подвижной состав нам нужен и для оперирования новых линий. Первая вот такая линия, скажем так, запланирована, которая соединит порт с аэропортом. Сейчас идет проектирование этой дороги. В следующем году, я думаю, начнется строительство. Что же касается новых приобретенных автобусов, то их срок службы составит до 10 лет, а средний предполагаемый пробег – 80 тысяч километров. Сергей Вщенков, Андрес Лайгу, Новости Таллина.